Девушки отдыхают. Елизавета Данишевская. Отставь Николая. Он мой. Она утопленница. Иногда является мне как призрак. Тайна рождения темной. Раскатку надо искать минувшему, когда ты был еще дитя. Господи, пожалей твоего раба Василия Коголя. Пусть хоть один мой. Ребенок родится живым и не умрет. Только на что ради этого пойти готов? Я на все готов. Ради Бога, прошу, пощадите. Нет, нет, нет. Сегодня на территории села Диканька и его окрестностях для всех лиц женского пола, не достигших тридцати годов. После наступления темноты объявляется особое положение. А что это такое? Как стемнеет девок со двора не пускать. А еще лучше, чтобы вообще из хаты носу не казали. И так до самого утра, пока петух горло драть не начнет. Да что же уже, никого вечером не навестишь. Послушайте, это все для вашего же блага, пока мы не найдем душегуба. Да хватит языком вести, хуже пьяного москаля, не полиция, а назначок. Галай Васильевич, не умеете вы с народом общаться. Так, уговорили все! Девок со двора не пускать! Уяснили? Все, расходитесь по домам. Я еще не завтракал, а у нас уже новый мертвец. Неплохое начало. Вот. Ну что ж, жертва мужик. Соответственно, к всаднику никакого отношения не имеет. Обыкновенный несчастный случай. Бедолагу загрызли волки. Да уж, сколько прожил и на свете ни разу не видал таких волков. Чтобы человека на ремешки потрепал. Из того, чего ты не видал, можно составить энциклопедию. Не волки, значит медведи. Их еще в прошлом году не достреляли. Вот, они говорят, до сих пор из погребов варенье таскают. Да не медведи это. Я наперед видал, как медведи человека-то дерут. А это, это оборотни. Вот крест вам, Александр Христофорович. Да какие оборотни? Его опознали? Никак нет. Там личина отсутствует. Аксела. Аксела. Насилу дождалась. Два часа, как покойник лежал в беспамятстве. Ну вот, теперь точно проснулся. Отвернись. Мне нужно одеться. Чему там удивиться-то? Что с тобой стряслось в лесу? Я видел мертвеца и потерял сознание. В моем видении был всадник. И мне кажется, этот мертвец может вывести на его след. Сдается мне, что ты можешь научиться управлять своим даром. Ведение приходит к тебе тогда, когда кровь замирает в жилах от страха. Так? Есть что. А ты прижми меня поближе. Открой тайну. Крайняя степень волнения. Ну, конечно, шок. То есть, если я научусь вызывать в себе состояние шока, то я научусь вызывать и введение. Так? Марин. А с кем вы разговариваете, Зоня? Мысли вслух. Тебе что за дело? Отобедать желание имейте. Пожалуйста. Спасибо. У всех теперича одни оборотни на языке. Господин Бинг местного голову позвал, для того, чтобы все слухи пресечь. А на голову такими словами его обложил. Правильно я считаю, немцам нельзя верить. А при чем тут немцы-то? При том, вы наехали к нам на Наверцы. Я бы их батагом бил. А вы, барин, зря им тоже верите. Вилькин, а ты не знаешь, мертвеца этого из леса отвезли к доктору на исследование? Отвезли? А что толку-то? Он к нему, дружок, приехал. Такой же, как и он. Немчура поганая. Мне кажется, дело до мертвеца не дойдет. Они еще с утра в шунгей расположились. Мой дорогой Август, вы даже не представляете, как я вам рад. Это взаимно, майн либер Леопольд. Позит. Позит. Хорошо, что вы приехали. Представляете, здесь даже не с кем поговорить. А, Николай Васильевич, разрешите вам представить мой старинный приятель? Аугуст Кофман, немецкие путешествования к вашим услугам. А это Николай Васильевич Гоголь, дознаватель из Санкт-Петербурга. Прошу. Леопольд Леопольдович, очень нужен ваш отчет по сядным тела. Дело в том, что мы с Августом столько лет не виделись. Отчет до завтра не может подождать? К сожалению, нет. Это дело не терпит отлагательства. Я думаю, этот мертвец сможет вывести нас на след всадника. Я могу поприсутствовать? Леопольд, помните, вы брали в Петербург меня в анатомический театр? Это было заинтересантно. Ну что, приступим. Так, что тут у нас? Рваные раны диаметром от трех до пяти дюймов. Ха, какая прелесть. Просто прелестно, прелестно. А знаете, господа, волки тут ни при чем. Ведь данный субъект не был использован в качестве еды. Значит, это было убийство. Нет, конечно, зная малоросский фольклор, я бы подумал, что это оборудование. Но я в такую чепуху не верю. Доктор, скажите, а можно хоть по каким-то приметам определить его личность? Ну, можно по одежде. Вот, судя по этой, перед нами крестьянин. А вот, посмотрите, какая любопытная деталь. разбит ноготь на большом пальце в его руке. То есть, моя версия верна. Блеставший, блеставший, мой френд. Только нам что с этого? Мало ли, в округе крестьян, если бы мы хотя бы могли определить его род занятий. Сдается мне, что ты можешь научиться управлять своим даром. Все, что-то. Все, что нужно. Сапожник! Что? Этот человек был Сапожником. У вашего Гоголя очень богатый фантазий. Он мог бы писать книги. Необходимо выяснить, не пропадал ли в диканьке и окрестностях Сапожник. А позвольте полюбопытствовать, это предположение основывается на ваших видениях? Да. Ну да, я так и думал. Александр Фистофорович, поймите, на месте убийства мне привиделся всадник. И сейчас, на вскрытии тела, у меня было видение, из которого я понял, что этот человек был Сапожником. Нам нужно установить его личность. Александр Фистофорович! Я не собираюсь действовать, исходя из вашего бреда. Николай Васильевич, ну вы сами себя послушайте. А всадник, дай Бог, больше никого не убьет. Потому что девушки будут сидеть по хатам. Все. Я вас не задерживаю. Лиза! Николай Васильевич! Мне нужно с вами поговорить. Я слышала в диканьке новый порядок, девушкам теперь нельзя гулять по вечерам. Как долго это продлится? Пока не поймаем всадника. Николай Васильевич, я все думала о том, что произошло между нами тогда у церкви. Я тоже думал, и знаете, я… Мне кажется, мы допустили ошибку. Вы знаете, я хотел вам сказать то же самое. Правда? Да. Как хорошо, что вы меня понимаете. Николай Васильевич, мы не должны. Я чрезмерно уважаю мужа, и я… Да. Да, верно. У меня к вам предложение. Давайте останемся. С добрыми друзьями. С превеликим удовольствием. Друзья? Друзья. Александр Кристофорович, там девчина до вас. Говорит, отец сгинул. Пусть проходит. Сюда. Проходи. Как звать? Варвара. Телятникова мы из Маниловки. Крепостные помещика Манилова. Ну? Кто сгинул у тебя? Батька мой. Максим Телятников. Сапожник. Сапожник. Найди доктора и Гоголя извести. Разумел. Простите, Август. Так нам и не удалось пообщаться. О, я все понимаю. Арбайт – это святое. Покажите ей тело. 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 Мой гот, бедное дитяло. А это кто? Это мой друг. Аугуст Гоффман, немецкий путешественник к вашим услугам. Ну, только немецких путешественников мне здесь не хватало. Пожалуйста, успокойтесь и просто расскажите, как пропал отец. Так не один он у меня пропал. Сначала пропала моя сестра, Дарья младшая. Она дворнюю барина нашего Манилова работала. Ларин сказал, что она сбежала. И когда пропала сестра твоя? На медовый спас. Полтора месяца назад, значит. Странно, когда сбегает трепостная, помещик должен объявить ее в розыск, а никаких заявлений от Родиона Евлампичиным не поступало. Вот и батька-то наш прознал, что барин Дарью не ищет, и… Подозрительно ему стало. Вчера пошел к Манилову ругаться. Так и не вернулся. Говорил уже, не ходи к этому паскуднику. А что ты так своего барина нелестно величаешь? Да падок он на девицы. Другие странности за ним водятся. Это какие же? Я как-то раз видела, как он к дому с заднего двора подъезжал в маске. Какой маски? Звериный. На вроде бурсука. Такому сюжету позавидовал бы сам Гёте. Бомбард, уберите своего путешественника куда-нибудь. Челятников? Сапожник? Да что-то я так сразу и не припомню. Скажите, а дочку его Дарью вы помните? Она у вас еще в дворовых ходила? Не помню. Поймите, голубчик, у меня этих крепостных целых триста душ. Вы не обижайтесь, Родион Ювлампевич, что мы вас отвлекаем, но, к сожалению, не первый случай и, боюсь, не последний. Поэтому приходится принимать меры. Да. Давайте, наверное, реестр посмотрим. Реестр? Минуточку. Благодарю. Александр Вистафорович, я там в воровых девку болтал, она мне потайной шкаф указала. Я его вскрыл, а там, там маска и картинки всякие непотребные. И вещица диковинная, я таких никогда не видывал. Тащи. Уразумен. Прошу. Благодарю вас. Так вот же, Телятников Максим, а вот дочь его, Дарья Телятникова. Ага, да. А почему вы крестик напротив ее имени поставили? А это я покойников так помечаю, мертвые души. Раз крестик, значит, представилась Дарья Царствия Небесна. А по нашим сведениям она сбежала? Вот же я глуп. Глуп, да и только. Конечно, сбежала. Уж месяц, как сбежала поганка. А что же вы тогда ее в розыск не объявили? Ну и крест напротив ее имени поставили? Вот. Вы что же, обыск проводите за моей спиной? Не смейте! Это личное. Я буду жаловаться. Нет, не будете. Вы же не захотите себя на всю губернию опозорить. Уважаемый получатель, общество мертвые души приглашает вас на очередное собрание. Скажите, пожалуйста, что за общество? Вот это поместье Черный Камень. Там все и происходит. Это что-то наподобие закрытого клуба для особых развлечений. Ну и как же вы там развлекаетесь по-особенному? Мы устраиваем оргии с девицами. Нам позволено делать с ними все, что заблагорассудится. Все члены общества регулярно делают пожертвования. Можно деньгами, можно крепостными девицами. Их там держат в заперти и выпускают только на оргии. А девиц, которых вы жертвуете, общество потом записывают в реестре, как мертвые души? Да. Верно, изволили заметить. А кто входит в это общество? Не могу знать. Ведь все же приезжают в масках. Но по разговорам я смог понять, что это очень влиятельные люди. Все имена знает председатель. Он и рассылает приглашение. Сам он появляется на собраниях в маске быка. Значит, вы пожертвовали свою крепостную Дарью обществу, и все было бы хорошо, если бы не ее отец Сапожник. Да, этот Телятников, вы представляете, явился, стал угрожать, что пойдет в полицию. Как только он удалился, я немедленно отправил с нарочным весточку в черный камень председателю. Мои богу, я понятия не имел, что все так печально обернется. Когда следующее собрание мертвых душ? Сегодня за полночь. Но это же великолепная возможность. Нет, нет, и еще раз нет. Арестуем всех разом. К тому же я подозреваю, что один из членов этого общества – наш всадник. Николай Васильевич прав. Да подождите вы. А что, если Манилов понаболтал нам бог знает чего? И на самом деле там происходят обыкновенные маскарады с участием влиятельных лиц. Мы воймемся туда с оружием наперевес. Представьте, какой будет конфуз. Кстати, Александр Христофорович тоже по-своему прав? Да погодите вы. Значит, вы влиятельных людей испугались, да? Я думал, честь для вас дороже. А вы, молодой человек, хотите мне прочесть лекцию о чести? Будет вам известно, Александр Христофорович в Петербурге за свою честь пострадал. Довольно. Я вас в защитники не приглашал. Значит так, никакого смысла ехать в черный камень я не вижу. И вам, господин дознаватель, категорически запрещаю. Ясно? Все, все свободны. Все, все свободны. Простите, дорогушка. Ясно. 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 Там может быть всадник. Не надо туда ехать. Ты же сам все видел, ты погибнешь. Не знаю. Нас ничего не меняет. Умоляю, отступись! Ты? Николаю грозит опасность, а он меня не слушает. Отговори его, у тебя получится. Что за черт? Что за черт? А почему, собственно? Не надо! Классник! А вот подавись-то! Пожалуйста! Николай Васильевич, это губернский опер-полицмейстер Шпекин. Я его в том году пьявками лечил. Понятно, почему Минх не поехал с нами в это поместье. Никим, ты что делаешь? Ну, как что? Ну, как я могу в господское собрание в таком затропезном виде прийти? А ты идешь же прямо по мне. Христина, а? Николай Васильевич, у себя? Да нет его. Уж час так отъехали. Николай Васильевич, у меня большие сомнения, что все это удачная затея. Да, трусоватый вы народ немчера. И дай Бог вам когда-нибудь с нами воевать, то наши хлопцы быстро вам по кислым мордам надоют. Очень опрометчивое утверждение. Мы немцы, потомки великих воинов. Таких великих воинов мы в мороз с голой жопой победим. И ким? Я надеюсь, что нашим двум великим народам никогда не придется воевать между собой. Николай Васильевич, перейди особняк. Подъезжаем. Господа, пора надевать маски. Что, Эким, не можешь выбрать, козел ты или свинья? Эким, а почему свинья? Вам немцам этого не понять. В России лучше быть свиньей, чем козьем. Я запретил этому припаду, чтобы совать туда свой нос. Не смейте его так называть, ему нужна ваша помощь. Нет, сударыня. Он эту кашу заварил, пусть он ее сам и расхлебывает. Вы ведете себя не как офицера, а как трусливый чиновник, ковщина рыла. Мне рассказывали вашу историю. Да, в Петербурге с вами поступили несправедливо и подло. Вы поэтому теперь осторожничаете. На воду дуете. Всю жизнь так будете бояться. Езжайте домой, сударыня. Я больше не смею вас задерживать. Александр Постофорович, я вас прошу, пожалуйста, я вас умоляю. Пожалуйста, помогите ему. Вы понимаете, что он там погибнет? Если вас заберут, постарайтесь найти свою сестру, мы вас вытащим. На, это ваше подношение. Давайте. Спасибо. Как хорошо, что вы меня с собой взяли. Здесь довольно мило. Здесь не для этого. Ходите, прислушайтесь к разговорам. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господа, древняя истина гласит, жизнь коротка и надо успеть утолить каждое мгновение нашей жажды. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы с вами избраны, и нам дарована такая возможность. Дадим же волю своим диким инстинктам и сладострастным фантазиям. Развлекайтесь, господа! Развлекайтесь! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Значит речь идёт исключительно о продаже. Да, я хотел бы купить семь девушек. Семь мертвых душ. Сегодня. А вы? Почему скучаете? Вернемся к этому разговору, когда все гости разъедутся. Я буду ждать. Извините. Вернемся к этому. Да. А? Ээээ… Ээээ… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нашел этих хрестных оборотней. Это собаки редкой породы, голобаи, огромные. Они живут в подвале, там же держат и девушек. Один из гостей пытался выкупить у председателя семерых девушек. Может, это и есть всадник? Может быть. Тем более мы обивели особое положение всаднику добраться до деревенских девиц непросто. А этих мертвых душ даже искать никто не станет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Даша? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я за тобой. Нам нужно незаметно выбраться из залы, а дальше нам под собят бежать. Зачем бежать? Ну, как? Тебя же здесь силком держат. Нет, ты что? Мне тут хорошо. Одевают, кормят. Правда, если плохо себя ведешь, и плетку посадить могут. Но я всегда веду себя хорошо. Господам угождаю. А они мне за это подарочки дарят. И потрачить здесь не надо, как у нас в деревне. А отец так хотел тебя вернуть. И за тебя его убили. Как убили? Пойдем со мной. Никуда я не пойду. Пойдем, я сказал. Даша! Даша! Что это? Будьте любезны, отдайте список. Хорошо, пожалуйста, пустите. Христо ради, молю. Беды свою победила. Оставь мою сестру. Ну, список. Этот. Этот, этот. Ой. Ну, куда делся ваш акцент? Да я по-русски говорю. По-лучше многих. Потому что я искренне люблю Россию. Это страна неограниченных возможностей. Ну, конечно, для тех, кто умеет ими воспользоваться. Ну, вы же должны понимать, что вы за все ответите перед законом. Не смешите. Сегодня ночью я исчезу. А список, который у вас в руках, содержит имена всех членов клуба. Среди них есть очень влиятельные люди, которые явно побоятся огласки. Ну, они до конца жизни будут у меня на крючке. Ну, дайте список. Ну! Ну, что ж. Ну, как говорил мой любимый Гёте, что я понедельник, умри и стань другим. Шиколай Васильевич, это же Август. Надо торопиться. Теперь нужно найти Варвару и ее сестру. Остановите их! Задержите ворона и медведи! Это шпионы! Не прокатите моего барина! Не беспокойтесь, господа. Эти самозванцы не помешают нашему вечеру. Позор их! Продолжайте веселье! Ну, что, Майна Фуэйна, конец карнавала. Пора вам познакомиться с моими собачками. Представьте, им так пришелся по вкусу сахожник, что они ничего не хотят жрать, кроме отчеловечего мяса. Вы будете первой, господин Дозновать. Бегите! И ты скажите, как я не знаю, что выclare. Майна Фуэйна! Да! Канеп, ты слава! Шутур! Вот, так вот! Ази! kartон. Пошел на зав Richtung! Нет! Все, господа, циркуз окончен. И отпустите моих людей. А вы, Милка, стреляете? Я служил на Кавказе, там по-другому стрелять не положено. А, господин путешественник, а вас-то каким ветром сюда занесло? А я хозяин этого поместья. Я требую, чтобы вы немедленно покинули его пределы. Вы пугаете моих гостей. Значит, это вы здесь устроили вертеп. Что же вам в Европах-то не хватало развлечений? Здесь я вам этого позволить не могу. А вы не боитесь, господин Бин? Вы даже не представляете, какие люди состоят в нашем обществе. Им стоит только глазом моргнуть, и вы до конца жизни будете служить будочником на базаре. Подумайте, господин Бинг. Ну что, подумали? Подумал. Подумал вы Janeiro. Ну а ты? Приехал такой cares, да. Ах и вы там минутைстин. Ну ааа. Ух-ах! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господа, просьба всех оставаться на своих местах, пока мы тут совсем не разберёмся! Чёрт, разбегаются, как драканы! Самое главное — найти Гуфмана! Я знаю, где у кого нет! Скорее выходите! Мне нужны семь девиц! Семь из вас пойдут со мной! Есть здесь кто? Мы здесь! Помогите! Пан, вы куда идёте? А? 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 Ну, вы же не станете стрелять своего старого друга. А у меня больше нет старых друзей, только новые. Я приехал сюда примерно год назад и организовал это общество. Пожертвования приносили мне приличный доход, но я как-то расслабился и допустил две роковых ошибки. Какие же? Первая — сапожник. Мы не удосужились избавиться от трупа. Я почему-то решил, что спишут все на диких зверей, но вы начали копать. И чтобы быть в курсе расследования, мне пришлось навестить старого пьяницу Бомгарта. Этот позор немецкой нации. А вторая ошибка? А вторая? Я был уверен, что никто не посмеет нарушить запрет господина Бинха и сунуться ко мне в поместье. Но насчет вас я ошибся. Зашифруйте список. Назовите имена. Милостивый государь, я порой бываю беспечен, но я не идиот. Если я назову вам их имена, я в живых не протяну и суток. Человек, который хотел выкупить у вас семерых девушек. Кто он? Я не скажу вам его имени, но могу дать подсказку. Он из местных. Суда! Суда ваш дедикт, Александр Кирстокольчик. Садись! Ваше превосходительство! Что ты устроил? Это же скандал на всю губернию! Ваше превосходительство, я считал своим долгом пресечь произвол. Это я покажу пресечь произвол! На Сахалин отправишься за самоуправство! Ваше превосходительство. Это еще кто такой? Это господин Гоголь, дознаватель из Петербурга. Из Петербурга? Да, из Петербурга. Позвольте полюбопытствовать, откуда у вас эта ссадина на лбу? Это я с коня упал. Будет он неладен, черт лыж. А где? Не в лесу случайно. Все, ладно, хватит болтать! Где этот председатель? Сравного общества! Вот он, перед вами. И у нас есть зашифрованный список членов общества мертвых душ. А ну дай сюда! Так, ладно. Расшифровкой потом займутся наши, как их это, криптографы. А этого мерзавца я беру с собой! На каком это основании? Не вашего уровня дела, молодой человек. А ну, пошел! Ну! Часть имею! Имеет он честь. Шельма канцелярская. Вот из-за таких, как он, я тут и оказался. Скажите, а что случилось в Петербурге? Я был молод, Был влюблен, Был помолвлен с очаровательной девушкой, Из прекрасной семьи. Мне осветила хорошая военная карьера. Однажды, На моего друга был написан Ложный донос. С обвинением в растрате. Расследование ничего не показало, Но один Особо упертый и правдолюб Все никак не мог успокоиться. И распускал Оскорбительные слухи. Мой друг, естественно, вызвал его на дуэль. А мне выпала роль Секунданта. За несколько дней до дуэли Мой друг поранил руку И попросил меня Выступить за него. Я, разумеется, согласился. Как вы и могли сегодня убедиться, Я всегда был хорошим стрелком. Я убил противника, Не дав ему даже прицелиться. Вы Вступили за товарища, Поступили благородно, Как человек чести. Я поступил, как дурак. Почему? Мой друг действительно был повинен в растрате. Он попался на очередной махинации. Ну, сбежал. Оказалось, что на самом деле Руку он не ранил, Только прикинулся. Потому что понимал, Что стрелок из меня Куда лучше, чем из него. Таким образом, Моей рукой он убил Совершенно неповинного человека. За дуэль Меня разжаловали И послали воевать на Кавказ. А потом сослали с виду. А что же ваша невеста? Помовка была расторганта. Ну, Я ее не виню. Одно дело, Выйти замуж за блестящего офицера, И совсем другое, Выбирать жену декабриста. И отправиться сюда, Став женой сельского пристава. Но с тех пор, Я предпочитаю не доверять людям. Занимайся своим делом, И не высовывайся. Вот мой принцип. Но сегодня вы изменили Своему принципу. Я решил, что, Если с вами что-нибудь случится, У меня будут еще большие неприятности. Я думал о себе. Выбирал из двух зол меньше. А вам, что вы должны сказать спасибо, Госпожа Данишевская? Это она нас тут все И за вас на уши поставила. Лиза? Елизавета Андреевна, Простите, Это не мое дело, Но оставили бы вы даму в покое. Пожалейте ее. И мужа. Это дело мы с вами Рано или поздно все равно раскроем. Он в Петербург. А ей что прикажете делать? Лиза, Почему вы здесь? Алексей уехал, Сказал, что вернется только утром, А я не могла сидеть дома, Не зная, что с вами. Бинг мне все рассказал, Но как вы узнали, Что я поехал в Черный Камень? А это все ваш призрак? Если бы не она, Даже страшно подумать. Оксана? Ну, я же ей запретил Приближаться к вам. Нет, нет, Она правильно сделала, Что нарушила ваш запрет. Вы живы, И это главное. Ну, что ж, Мне пора. Николай Васильевич, Я знаю, что это неправильно, Но я все равно скажу, Я люблю вас. А я у вас. Все, Выходите. Вы что, уже приехали? Да нет, просто дальше Вы поедете без меня, Чтоб можно было проще Замести следы. Все, Идите, идите. Вас ждут. И на чем мы поедем, а? И тихо! Субтитры создавал DimaTorzok